Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева. Спасибо, что заглянули на мой канал. И давайте сразу же поставим пальчик вверх этому видео и сразу же подпишемся на мой канал и на альтернативные источники связи со мной. В мой Телеграм-канал, Яндекс.Дзен, Инстаграм и ВКонтакте. Сегодня мы с вами разберем презентацию концепции для Карена и Насти в Golden Palace. Раньше там было казино, а сейчас мы будем делать там свадьбу. Готовы? Пока! Итак, как я и говорила, мы обычно отрисовываем достаточно большое количество эскизов на мероприятия. И сегодняшний случай не исключение. У нас такое количество эскизов было отрисовано для ребят. Мне кажется, ни для одной пары мы еще столько эскизов не рисовали. Ну и ребята обычно все-таки видят уже какой-то итоговый вариант. Они видят уже то, что получилось на выходе после большого количества проработок. Сегодня я покажу вам еще и то, как вообще создается этот эскиз. То есть изначально есть технические эскизы. Я вам сейчас покажу эти технические эскизы, как, в принципе, это все появляется. И после того, как отрисован технический эскиз, после этого только начинает этот технический эскиз наполняться. Вот таким образом выглядел этот технический эскиз, этот зал. И мы расставляли столы в этом зале, рисовали дорожку в этом зале. Далее обсуждали, каким образом будут стоять эти столы. Вот есть даже видео, что если мы поставим столы, вот один стол будет вот такой вот змейкой, другой стол будет овальный, то при нашем количестве гостей, в нашем масштабе, потому что все отрисовывается в масштабе, в автокаде, чтобы было все понятно, да, получается вот такая вот история у нас на выходе, да. Далее мы обсуждаем, вот как раз таки уже в автокаде отрисованный, да, этот эскиз технический, как он будет выглядеть, сколько человек помещается за столы, как можно поставить эти столы, как можно поставить стулья. И уже вот после того, как все это отрисовывается вот так вот в техническом варианте, да, только после этого уже мы наполняем это все красотой, только после этого уже появляется тот самый красивый эскиз, который видят наши молодожены. Естественно, не только зал, но и церемонию мы рисуем, и рисуем тоже в масштабе. В данном случае мы церемонию будем делать такой 3D, когда гости будут смотреть на молодоженов, то есть стульчики будут располагаться по кругу, и здесь точно так же в масштабе мы показываем, как это будет выглядеть, если мы поставим вот такое-то количество стульев, как это будет выглядеть в нашем варианте, да, чтобы было четко понятно, что и как будет. Дальше появляется технический эскиз церемонии, технический эскиз расстановки стульев, и только после того, как появляются технические эскизы, только после этого мы начинаем уже рисовать красоту, которую мы потом наполняем и показываем уже в каком-то красивом, интересном формате, в каком-то красивом, интересном варианте. Итак, как я и говорила, мы достаточно большое количество вариаций отрисовали для нашей пары сегодняшней. Я вам покажу разные варианты и расскажу, на чём мы в итоге остановились после мучительных поисков того, что было бы здорово сделать на мероприятии у ребят. Так, сейчас я увеличу здесь немножечко. Итак, это был первый вариант. Мы отрисовали это в таком формате. Здесь у нас в зале нам нужно было закрыть вот эту заднюю часть, чтобы всё было гармонично, чтобы ничего не попадало лишнего в кадр, потому что там всякие проходы и так далее. Это нам не нужно. Естественно, мы это закрывали, но главная задача была от наших молодожёнов, чтобы, ну, во-первых, им нравится этот стиль black and white очень, а во-вторых, главная задача была всё-таки сделать так, чтобы не было ощущения, как будто бы специально нагромоздили вот это вот всё сюда, то есть чтобы было ощущение, как будто оно вот как есть, так и есть. Поэтому мы отрисовали в тёмном варианте вот такой вот задник, но чтобы это было не сплошное полотно, опять же, как, ну, как опять же, не хотели ребята, да, они не хотели, чтобы было какое-то сплошное полотно, они хотели что-то, какую-то составную, может быть, конструкцию, но чтобы она была, не было нагромождение, чтобы было ощущение, что вот оно как есть, так и есть, всё вот здесь стоит. Вот, мы миксанули, заметьте, стульчики и столы, да, то есть у нас есть стол волной, и стульчики белые, и стол есть зеркальный, и стульчики тёмные. Мы сделали, привезли сюда интересный, ну, поставили, да, нарисовали интересный президиумный стол, я вам покажу поближе потом президиумный стол. Сделали большую люстру, потому что там есть фермы, куда можно это всё прицепить, будет здорово, интересно. И немножко оформили балкон, но с балкона мы решили, что мы ещё поработаем обязательно, что мы что-то придумаем ещё. Это был только первый вариант, потом мы сделали золотую дорожку сюда, которая гармонично, в общем-то, сочетается с стульчиками, но это первый вариант, естественно, как обычно, он у нас не единственный. Дальше второй вариант, добавили цветы, вот эти анимоны, анимоны вроде они, аморилисы они называются, аморилисы добавили ещё и наверх. Эти аморилисы стоят вот здесь вот на гостевых столах, на президиумном столе, и они дают вот как раз-таки вот этот вот вертикаль, да, то есть нам нужно было добавить какую-то вертикаль на гостевые столы и на президиум, поэтому мы добавили этот вертикаль, но, опять же, это был не итоговый эскиз, не итоговый вариант, это был один из вариантов. Следующий вариант мы сделали с белым, с белым задником, но сразу же отвергли этот вариант, потому что нам показалось, что слишком как-то он привлекает внимание, этот белый задник, поэтому мы от него тоже отказались. Дальше мы пошли в сторону изменения дорожки, мы поменяли дорожку, если там была золотая дорожка, да, вот как вы видите, здесь у нас дорожка уже стала зеркальная, с тёмным кантиком, то есть дорожка идёт, она переходит в большой танцпол, и, в общем-то, и этот вариант уже выглядит как-то более гармонично, но всё равно что-то не то, всё равно мы продолжили поиски и продолжили вариации отрисовки. Дальше пошла уже церемония, да, это был самый первый вариант церемонии, естественно, этот вариант нам не подошёл, ну, когда мы обсуждали это с декоратором, естественно, вариант, ну, во-первых, это была фотография изначально, да, вот эти колонки, естественно, вот так вот стоять не должны, это прям вот категорически нельзя, то есть если говорить про оборудование, оно должно стоять так, чтобы его вообще ни в коем образом, вообще никак никаким образом это оборудование не попадало в кадр, это раз, а во-вторых, здесь на заднике, да, получается, вот как раз-таки вот они по кругу сидят в гости, но вот с той стороны получается лестница, диваны, то есть то, что совершенно не должно быть видно, поэтому этот вариант мы отвергли, тоже решили, что нет, такой вариант нам не подходит совершенно точно. Дальше показали расположение, заметьте, кстати, что мы здесь тоже немножко играемся с, сейчас покажу вам, играемся с дорожкой, играемся с подиумом, здесь делается подиум такой достаточно большой, он будет порядка трёх метров, и показали ребятам вообще, каким образом располагаются молодожёны, да, вот на вот этом вот, на вот этом центральном подиуме. Далее пошли, так, сейчас, секундочку, да, вот пошли варианты как раз-таки игры с подиумом, то есть здесь тёмный цвет замиксован с золотым цветом, здесь просто тёмный цвет, да, ну, вариации, да, что-то, как это может выглядеть. Далее следующий вариант уже показали ребятам, как может выглядеть зал при условии, что столы мы поменяли опять же, да, здесь у нас столы стали круглыми, то есть если в том случае были столы такие змейкой, столы овальные, то здесь мы сделали уже круглые столы, здесь замиксовали тёмные скатерти со светлыми скатертями, и тёмную посуду со светлой посудой, с золотой посудой, и стульчики у нас здесь разные, и дорожка, всё-всё-всё отличается, да, от переначального варианта, что было у нас в самом начале. Следующим моментом тёмный задник у нас появился, но опять же у нас круглые столы, и золотая дорожка, и тёмный задник, и круглые столы. Далее, опять же, немножко поменяли здесь вот этот подиум, то есть сделали его золотым, поменяли немножко дорожку, сделали тёмную дорожку, да, а в следующем варианте сделали её золотой дорожкой. Ну, то есть просто поиграли с цветами для того, чтобы ребятам просто показать вариации, как это может быть, потому что нет ничего лучше, чем увидеть это своими глазами. И, кстати, сегодня мы остановились вот на вот этом варианте с золотой дорожкой, потому что нам показалось, что очень здорово будет сочетаться с колоннами, которые здесь есть. Ну и, в общем-то, если посмотреть, действительно у нас идёт продолжение вот этого изначального рисунка, который есть на колоннах, и, как нам кажется, будет очень даже неплохо это всё выглядеть в целом. То есть будет действительно вот это ощущение, что оно здесь так и было, оно здесь так и стояло. Так, но при всём при этом нам, конечно, нужно было уйти вот от этого вот открытого пространства, несмотря на то, что всё, в общем-то, будет по кругу, да, и, в общем-то, не будет, скорее всего, прямо вот такого вот взгляда на молодожёнов. Тем не менее, вот этот вот задник, задняя часть меня очень смущала, и я просила переделать эту заднюю часть, и в итоге мы её переделали. Мы закрыли её такими же конструкциями, которые у нас в зале, но сегодня, после обсуждения, пришли к тому, что, скорее всего, всё-таки конструктив у нас будет светлый, всё-таки у нас конструкция будет белая, и будут повторять вот эти вот колонны, которые у нас здесь есть, вот в этом помещении, да, где у нас будет проходить церемония. Это взгляд на ту же церемонию, но уже с другой стороны, получается, при условии, что вот с этой стороны у нас вот этот вот красивый задник, да, с той стороны, вот с другой стороны, получается взгляд на эту церемонию. Заметьте, что здесь по количеству стульчиков, кстати, тоже это всё рисовалось в масштабе, к вопросу о том, что это не просто, знаете, нарисовали как есть, а это всё выверено, это всё заранее узнавалось у менеджеров, все расстояния, все размеры, есть размер зала, план зала, и уже после этого только началась отрисовка. То есть это всё в масштабе сделано, и все стульчики размещены действительно в масштабе, вот как есть, так и есть, как говорится. Ещё один вариант, что мы отрисовали, это вариант с тропическими листьями, и здесь мы уже закрыли балкон, заметьте, он стал такой белый с золотым орнаментом, то же самое, что у нас везде на колоннах. Но мы отвергли тоже этот вариант, решили, что показывать его молодоженам не будем. И ещё один вариант с тропическими листьями тоже, я его забраковала, сказала, что нет, это не то, что хотелось бы. И ещё один вариант, где мы закрыли уже кисьё и сделали как раз-таки вот эту вот люстру и вот этот вот балкончик как продолжение одной концепции, да, одной истории. И на выходе мы всё-таки остановились на, не конкретно на этом варианте, но вот пошли в эту сторону, да, нам показалось, что это наиболее такой оптимальный вариант. Вот мы остановились на вот этом варианте, только мы решили добавить зелень, которая у нас была изначально, в переначальном нашем эскизе, вот в этом, мы решили добавить вот эту вот зелень поверх вот этой вот кисии, так, сейчас это со светлыми, вот поверх кисии, и вот здесь у нас тоже будет зелень поверх кисии. Но в целом вот ребята сегодня одобрили у нас вот этот вот эскиз, но здесь мы тоже будем немножко играть ещё. Почему будем играть? Потому что у нас будут столы, тоже будем миксовать, мы сделаем часть столов круглыми, чёрные-белые с разными стульями, и часть столов мы сделаем овальными, вот такими, какими мы здесь нарисовали. Вот такие вот овальные длинненькие столы у нас будут. То есть это ещё не итоговый, опять же, не финальный эскиз, да, он ещё будет перерисовываться, чтобы мы в итоге пришли к какому-то общему знаменателю, чтобы действительно получилось то, на что, посмотрев, ребята могли бы сказать, да, круто, мне нравится, я одобряю, хочу, чтобы было вот у меня именно так и никак иначе. Вот таким вот образом, но опять же повторюсь, что это не все ещё эскизы, то есть у нас эскизов было ещё больше, сейчас я попробую даже найти ещё вариации эскизов, чтобы вам показать, потому что эскизов было, я говорю, что это тот случай, когда мы отрисовали просто какое-то невероятное количество эскизов, пока не нашли то самое решение, да, вот, например, у нас был вот ещё такой вариант эскизов, где было написано, я тебя люблю на разных языках, в общем-то, потом были варианты эскизов с, сейчас покажу ещё, с панелями, ну, то есть рисуем, как говорится, до победного, да, рисуем до победного, до тех пор, пока не найдём то самое решение. Вот, здесь немножко покрупнее эскиз, да, с надписями «Я люблю тебя» на разных языках, опять же, здесь немножко покрупнее эскиз с надписями «Я люблю тебя» на разных языках, опять же, да, как вы видите. Далее, далее сейчас покажу вам всё-таки ещё эскизы, вот они нашла, вот, и вот такие вот у нас были вариации ещё, когда хотели мы закрыть каким-то образом балкончик и начали придумывать, да, что, может быть, нам продублировать вот это вот, вот это наш задник, и стали отрисовывать вот эти вот вариации с дублированием задника, ну, и в итоге отказались мы от этой истории с дублированием задника, потому что выглядит это как, ну, как-то так не очень, не особо гармонично, нам не понравилось, поэтому мы от этого отказались. И сегодня мы показали ребятам поближе, как будет выглядеть, как выглядят вот эти вот столы, которые змейка, но здесь они немножко в другом цвете и немножко по-другому стоят, как вообще они обычно ставятся вот такой волной, и показали поближе, как выглядит президиумный стол ребят, он тоже такой интересный, необычный, здесь есть вот такая вот площадочка, куда можно поставить цветы, свечи и всё то, что мы отрисовали на нашем эскизе. Сегодня много что обсудили с ребятами, много что показали, пришли к какому-то общему знаменателю, поняли, что в итоге хочется получить на выходе, и я очень довольна сегодняшней встречей с ребятами, потому что думаю, что, ну, в общем-то, картинка у ребят показалась в голове, потому что они изначально даже не представляли, как это будет выглядеть, а сегодня уже что-то показалось, что-то нарисовалось в голове, и есть уже какое-то общее понимание того, что будет на выходе. Если вам нравится такого плана видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно включайте колокольчик, обязательно ставьте пальчики вверх этому видео, потому что самая лучшая поддержка для меня – это, в общем-то, ваши пальчики вверх, так как больше никакой поддержки ни финансовой, никакой мой канал мне не приносит, только вот ваши пальчики вверх. Всего хорошего, спасибо, что посмотрели это видео, и пока-пока.